Готовятся к вспышке омикроны и на подстанциях скорой помощи. С большим запасом бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Почти весь персонал вакцинирован. Но одна из проблем – нехватка кадров по-прежнему остается. С подробностями Ирина Забродина. С очередного вызова возвращаются врач Виталий Барашков и фельдшер Татьяна Гуляева. Только что во вторую краевую в инфарктное отделение доставили мужчину 41 год. Медики отмечают, с начала пандемии количество инсультов, инфарктов значительно возросло. Сейчас в связи с ковидом очень много тромбоэмболических осложнений. Именно потому что коронавирусная инфекция очень на гемостаз влияет. Поэтому инфарктов стало больше. Виталий Барашков работает на скорой помощи. Шестой год сначала трудился медбратом. После получения высшего образования стал анестезиологом реанимации. Его задача оказать первую помощь и доставить в больницу пациентов с инсультами, сердечными приступами, тяжелыми травмами. Работу свою любит в спокойное теплое местечко. Уйти бы не хотел. Несмотря на то, что приходится работать за двоих. Из-за нехватки кадров здесь все трудятся на полторы, а то и две ставки. В допандемийное время у бригад было по 10 вызовов. Сейчас в два раза больше. Наш суточный график без отдыха практически. То есть это два перерыва по 15 минут на обед и ужин. И все остальное время мы в дороге куда-то едем. Желания бросить не было такого. Еще молодой, наверное, специалист не устал, как некоторые. Так что пока все нормально. К всплеску заболеваемости на центральной подстанции готовятся. На складе с запасом антисептиков, средств защиты практически весь персонал вакцинирован. Но главная проблема осталась – нехватка кадров. В прошлом году пришло пополнение 11 медработников. В этом году ждут еще 15 молодых специалистов. Ездим к фельдшерам, к моменту выпуска с ними разговариваем, как-то их агитируем. Ну, что-то получается. Но вообще, конечно, мало. Нам надо 300 врачей и 600 средних медработников. В настоящее время в штате 104 врача, 405 фельдшеров и медсестер. То есть неукомплектованность 30-40%. У нас есть опыт уже работы с такими инфекциями. Поэтому думаем, что тяжело будет, но думаю, что выставим. Сейчас врачи скорой помощи говорят о незначительном снижении вызовов. Но понимают, что это ненадолго. Эпидемиологи отмечают, что омикрон более заразен. У него короткий инкубационный период – от двух до пяти дней. По прогнозам специалистов, заболевших будет больше, чем в предыдущие пиковые периоды. Ирина Забродина, Павел Легалин, телеканал «Губерния».